Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь, и это продолжение карьеры за Барселону. Итак, сегодня у нас два интереснейших матча. Один это в Лиге Чемпионов для нас первый под руководством именно Барселоны. И второй это матч против Гранады в чемпионате Испании. Первым составом мы выходим в матч против Баруси. Вот этот состав. Вместо, наверное, все-таки Де Йонга я выпущу Бускетца. Я решил все-таки задействовать его в Барселоне в составе до зимы, потому что зимой его покупает Ливерпуль у нас. В общем, вот такой у нас будет состав. Ну и давайте на пресс-конференцию сходим перед матчем. Ляпорто еще сыграет. Я слежу за всеми игроками команды и за их желанием играть. Если Ляпорто хочет закрепиться в основе, ему нужно использовать все свои возможности. Команда может начать с победы? Мы ждали этого матча. Это возможность содержать первую победу в Лиге Чемпионов. Игроки ждут ее с нетерпением. Каким будет ваш подход к этому матчу? Игрокам нужно настроиться и показать хорошую игру в предстоящем матче. Давление на них никто не оказывает. Ну, вроде как, хорошо повлияло это на настрой команды. Ну и выходим. Мы на матч. Тем более еще и гостевой для нас. Ну и пока что тут лучший бомбардир. Это Бабель. Это Кевин Дебрюйн и Лерой Санне. С каким счетом там вообще Манчестер Сити победил? С счетом 4-0. Как раз эти два мяча шахтеру изобили. Санне и Дебрюйна. Ну и также Кришена Роналду. Один забил за Ювентус. Теперь, наверное, придется. И обязанная на забить Лионель Месси. Мы будем пытаться опередить Роналду и Ювентус. Тем более интересно будет встретиться. Потому что Ювентус это бывший мой клуб, который я тренировал. Не бывший, а последний, можно так сказать. Ну что же, вот в таких будем мы играть в формах. Состав вы видите на своих экранах. Поехали. Итак, Лига Чемпионов начинается. Марко Рой, Джейдан Санчо, Хюмельс. Со спины это пошлое Джорджи Келлини. Наверное, перешел. Ну вот они наши Лионель Месси, Сауль, Бускец и Неймар. Готовы сегодня друг другу помогать. Месси с Неймаром в нападении. Сауль и Бускец в ползащите будут подключаться к нападению. Ну и вот такой перформанс от болельщиков в Баруси. Не замысловатый, конечно. Не знаю, есть ли такие легендарные прям футболисты в составе Баруси были или нет. Но почему-то их нету. Хотя даже у сборной России есть перформанс. Фифе 20. Это Лев Иванович Яшин. Действующая легенда. Фифе. Ну а у нас матч начался. Поехали. Пищик очень хорошо и уверенно отыграл. Вот это гол, друзья. Вы видели сейчас, что это вообще сейчас было. Лукас Пищик на четвертом минуте подключился к нападению. Что это вообще? Вот такая вот передача. Стеночку отыграли. И в касание. Да как это вообще? Ну это просто нереально. С такой подкруткой. Если бы был смартбол. Вот я тоже здесь в недоумении. Если бы был смартбол, там наверное около тысячи километров в час вращение бы там было. Но это просто нереально. И отлично. И вот Серхио Бускец. Ух, тащит блюрки. И Леонель Месси. Нет. Оп. А вот это и Неймар. Да и Месси сейчас не забивает. Бюрки выносит мяч на угловой. Хорошая передача идет на Гризмана. А вот здесь вот. Ой, и Неймар в падении еще через себя пробивал. Бранд против Пике. Но здесь Терштеген намер-то ловит. Думаю уже пойти всем в нападение. Сверхатакующий. Надо нам идти именно. Сверхатакующий мне здесь не дают. Вот 424. Неймар. Гризман. Не знаю кого тут еще можно. Артур, наверное. Вот так вот. Что выигрывает нам даже хотя бы ничейку. Ой, ой, ой. Ветхи, ой. Рой сделает что-то 2-0. Просто какие-то невероятные лонгшоты забивает Боруссия в сегодняшнем матче. Вот это вот неудачное вбрасывание. Я тут еще и заменки решил делать. Какие-то вот невероятные штрафные. Дальние и за штрафной пробивают. Боруссия нас. Проигрываем. Для нас это, наверное, все-таки крупно. 2-0. Боруссия. Очень хорошо отыграла. И я все-таки хотел бы посмотреть, сколько Килини сделал отборов. Два из трех. Но мне кажется, не этот. Не так все было. Отборов 10, мне кажется, сделал. Перехватов. 4-0. Интер выиграет в противоположном матче Славию. Лепорте играл неважно. Для него будут последствия. Белые и черные полосы бывают у всех. Но, к сожалению, он не смог оправдать возложенные на него ожидания. Что сегодня пошло не так? Да, мы все разобрали на тренировках. Но не смогли ничего применить. Само собой, мы восстановимся и в следующем матче постараемся добиться положительного результата. Что сегодня пошло не так? Ну, вот этот опять вопрос. Клуб Баруси Дорфу прекрасно осознавал свои шансы после забитого гола. Они нам почти не дали пространство, чтобы сыграть свойственный нам футбол. Приходит нам сообщение. Сборная России нам предлагает стать тренерами. Давайте мы согласимся. И посмотрим. Квалифицировалась. И там вообще сборная России. Да, сборная России квалифицировалась на чемпионат Европы. Она практически идентична. Квалифицировалась, как и сборная Италии. Это моя бывшая сборная. На один всего лишь разница мячей. Ну, Крещан Арнандо, к сожалению, не поедет на чемпионат Европы. Сыграли в ничью с итальянцами. Обыграли норвежцев здесь. Обыграли португальцев дома. 2-1. Обыграли турков на выезде. Сыграли в ничью с венграми дома. Обыграли норвежцев. Наверное, все-таки Италию мы проиграли один раз. Нет. Италию мы выиграли. Даже кому мы тогда там проиграли? Венграм мы проиграли. Которые заняли четвертую строчку. Обыграли турков разгромно. И обыграли португальцев в двух матчах. Ну, то есть мы единственное поражение от венгров. но итальянцы получили единство поражение от нас ну что же классно что нам предложила сборная россии это я так понимаю в 5 защитников но я бы не стал бы играть в пять защитников я бы 4 2 3 1 бы попробовал дзюба в обороне фернандес джеки и тут все нормальные кутепова пока поставлю сейчас все еще вернусь к расстановкам новым из права пока пока его поставлены пока сохраню так но вообще интересно что нам предложила сборной россии акинфеев у него в гильерме вот гильерме тогда уберу пока возьмем зобнина что по позициям у нас вообще центральный защитник джеки и васин вот самые лучшие у нас в центральной лз вот например и в жирков замечательно до сих пор играет на уровне правый защитник самый высокий атаку на рейтинг смотрим дальше есть еще алан загоев поешь никакой здесь прям самых лучших нам уже сразу дают даже бакаев ну что же будем значит играть вот таким составом у меня есть же малегинов и бакаев два игрока на фланге на правом остальных вот вообще никого нету ну давайте тогда работать с тем что есть и кинфеев у нас в рамке все-таки у югу заберу хоть и болею я за зенит но сделаю то нам этим феево васин джеки вспомним еще как васин на кубке конфедерации перед ними с сборной чили мы играли когда тогда прям было просто невероятно он играл на уровне вот жиркова поставим ну и все здесь будет бакаев это алексей я так понял да и миранчук черешев дюба но есть смола в чаловсе но вот купили мы не зря двух российских футболистов еще сюда джеки и алексей миранчук или я не помню кого-то я покупал из миранчуков в ювентус фифе получается какое-то было 18 вроде фифа да вот тогда я купил джеки в ювентус и также одного из миранчук в не помню скорее всего алексея ну вот и сюда его тоже позвал в барселону ну пока что мне нравится вот такой именно состав но придется делать еще 2 я не знаю когда у нас в сборной будет первая игра мы обязательно это посмотрим уже совсем скоро кстати вот недавно только и закончилась квалификация практически в прошлом в прошлой серии турцию здесь обыграли ну пока что форма хорошая но и будет игра против китая и против индии вот это интересно азиатские две команды так что мне кажется мы как раз подготовимся но в этом выпуске мы не будем пока что трогать больше сборной россии мы переходим к матчу с гранадой здесь у нас атлетика и реал прям лидеры такие в чемпионате не теряют еще очки ну а мы с валенсией между собой поделили ничью лучший бомбардир пока что это дьего коста эдэ назар кевинга мэро ну а наш игрок где хотя бы больше всех забивной нету по голевым зато гаризман уже две голевые в двух матчах отдал у нас именно лучший и также трештеги на один матч на сухо и один матч на сухо у нет там по желтым ничего интересного все переходим к матчу с гранадой опять сюда зашел в таблицу гранада сейчас играет на 11 строчки два поражения победа и ничья у них но мы сыграем привычный гостевой желтой поехали и так матч чемпионата испании встречаемся против гранады на нее мы должны скорее всего вывести всю злость за дортмундскую борусью когда нас обыграли со счетом 2-0 теперь нам надо обыгрывать и не терять вообще очки чемпионате испании мы потеряли уже их матчи с валенсией и теперь там мадридский реал и атлетико мандрид очень рады этому но не рады наши болельщики которых мы не можем подвести дважды в серии уже проиграв в группе боруссии на выезде по флангу идет а здесь у нас снова миранчук и промахивается он здесь то я как раз и слежу как играет чалов миранчук буду следить стоит ли например антона миранчука который сейчас играет в локомотиве играет там ключевую роль или все-таки выпускать алексея который вот таких вот моментах мажет практически стопроцентных никто сейчас его не держал снова миранчук с мячом доверяют хотя бы ему видаль видаль забивает голевой алексея миранчука открывает счет барселона на выезде 36 минута 1-0 очень долго здесь прям держался с мячом миранчук вот так вот в дальний угол пробивает видаль первый в угол в чемпионате испании ой-ой-ой-ой-ой забивает нам еще и граната с углового но остается только мыси нам выпускать главное нам не проигрывать и не терять очки паутиньо снова на дейонга дейон до сих пор с мячом здесь алексей миранчук чалов чала входит штрафную пробивает в дальний угол и это 21 забивает федор чала отлично здесь еще и леонель месси за ним бежит чтобы отпраздновать конечно заелся практически здесь чалов но в дальний угол замечательно в стиле даже лысо суареса практически так забивает оправдывает девятку на своей спине и забивает свой первый гол в чемпионате ну все минимально выигрываем гранату набираем три очка нам это и нужно было лучшим стал алексей миранчук на удивление голевую все-таки смог отдать хоть и не забил там в двух моментах но все-таки лучшим игроком он стал ваша команда забила решивший гол какие ощущения от игры дело сделано очки мы взяли сегодняшнюю игру обсуждает не вижу смысла мы уже готовимся к следующему матчу вы считаете что клуб граната хорошо сыграл они меня да и всех нас сегодня удивили они здорово сражались и сделали все чтобы мы могли гордиться добытым результатом было трудно препятствовать игре граната созидание мы играли свою игру мы верили свои силы а водила сыграл хорошо на каких-то особых планов по его поводу у нас не был наверно игрок гранаты но не суть проведем тренировки фирпу 80 рейтинг прокачался ну и вот в такой форме подходит барселона к матчу с велериалом велериал идет на пятой строчке любая потеря очков для нас приведет к тому что у нас могут съесть даже тот самый эйбар который если выиграет а мы если проиграем то и велериал нас обгонит но реал кстати потерял свои очки сейчас посмотрим в матче с кем сивили он сыграл в ничью 1 1 но а мадридская атлетико до сих пор выигрывает все матчи еще и наперед у них сейчас у нас матч запасе но нам нужно лишь бы выигрывать чтобы не терять очки приходят нам сообщение с меду хочется играть и он будет играть и также артура видали купили в ливерпуль за 36 миллионов все отлично ну что же следующем выпуске у нас будет матч паре били реалом и против хитафи но против велериала вот прям очень серьезный матч первым как раз составом мы и сыграем спасибо вам большое за просмотр подписывайтесь на канал с вами был андрей и канал футболу тоже до новых встреч друзья всем пока и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok